Все персонажи, используемые на канале, вымышлены. Блог создан исключительно в развлекательных целях. Видео снято не для просмотра на территории Российской Федерации. Любые совпадения с реальными личностями случайны. Поведение персонажей в блоге не является мнением автора, а только художественно отображает тот или иной персонаж. Итак, снова здравствуйте, дорогие друзья. Привет, друзья. Со мной чемпион мира по бодибилдингу Европы. Соответственно, просто легендарная личность Андрей Шокин. И сейчас мы вам расскажем не просто про какое-то там похудение, мы же расскажем про сушку, правильно? Конечно. Это вообще просто кладезь информации. Вы сейчас узнаете, как происходит именно профессиональная сушка в бодибилдинге. Не просто там в бодибилдинге какого-то там города непонятного. Мира, да? Мира вообще, все секреты. Мы не несем ответственности за ваши действия. Мы не пропагандируем употребление анаболических стероидов и других фармакологических средств. Данное видео снято в ознакомительных целях. Мы против употребления анаболических стероидов. И наша цель – предупредить вас об этом. Спасибо. Ну что ж, не буду томить. Андрей, скажи, пожалуйста, ну, во-первых, питание, да? Как это принято делать у профессиональных бодибилдеров? С чего все начинается? Ну, во-первых, избавляемся от всего мусора, который был на москанаборе. У меня это были тортики, как я уже рассказал в прошлом видео. Второй части. Ошибка, которую я бы сейчас полностью убрал – это сахар, наш злейший враг. Недруг совсем. Четко подсчет БЖУ. Калорийность БЖУ. Белки у нас идут выше уже. Белки идут от 2 до 3 грамм. Там уже в зависимости от чередования. Углеводное чередование. 3 дня, например, у меня так было. Кето-диета применима ли в профессиональном бодибилдинге? Или если я, пускай даже не хочу, вот, допустим, к примеру, там полно людей, кто говорит, я не буду на соревнования идти, я занимаюсь даже вот моих коллег по цеху ютуба, да? Кто-то говорит, я хочу просто на ютубе, но выглядеть как профессиональный бодибилдинг. Кето-диету я ни разу не использовал. Много слышал. Сергей Шелестов рассказывал лично мне. Андрея Скоровна ее использует до сих пор, причем, и, ну, хорошо при этом себя чувствует. Ну, от многих слышал, что кето-диета влияет негативно. Возможно, у них были какие-то нарушения правил, там уже все-таки нужно взять строго набор правил. Да, кетоны можно отследить даже. Вот. У меня такого опыта не было и даже не хотел это использовать, потому что это излишне напрягает. Вообще образ жизни надо менять, подстраивать питание. Уж тут просто под спортивный образ жизни надо питание кардинально менять. А под кето, диету, так это то, что сейчас у меня, например, это цветочки просто. Когда надо переключаться на белки и жиры без углеводов. Ну, нет, я такое даже не представлял. Поэтому своим опытом тут поделиться не могу и не знаю, что сказать. Скажи, пожалуйста, вот есть какая-то разница огромная между рекомендациями? Ну, понятно, что мы там убираем сахар, высокогликемические продукты. Вот твое мнение, кстати, высокогликемические продукты убрать. А сколько вешать граммов? Ну, я имею в виду, какая гликемия с точки зрения именно бодибилдинга допустима для нас? Смотри, рис у нас тоже считается довольно-таки высоким, с высоким гликемическим индексом. Но у меня на сушке всегда был рис круглозернистый, краснодарский. Длиннозернистый не лезет. Вот. И я его совмещал с бурым рисом. С бурым рисом. Но были и те времена были такие. У меня же много было соревнований, много-много лет в сезонах я использовал только краснодарский рис. То есть, обычный белый рис. Четмилы? Популярная сейчас вещь. Четмилы в последнее время не использовал, но на начальных этапах, когда шла подготовка, были четмилы. Но в то время такого слова еще не было. Просто вот у меня это был не запланированный день. Просто когда я себя чувствовал очень плохо по самочувствию. Оно было не просто «Ой, что это, блин, не, 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 как-то». Нет, не так. Плохое самочувствие – это когда приходит в зал и нет сил пахать. Вот это «плохое самочувствие» я называю. И тогда я сознательно просто кушал целиком, брал шоколадку, валенку, съедал. Все, и у меня пошло. Пошел процесс, пошел. Я пошел, оттренировался. Такие моменты я делал только перед тренировкой. Чувствую прям вот упадок, не смогу потрениться. Я брал шоколадку, съедал ее, и все, дальше опять все строго. Ну, я вот приведу прям пример. Мы готовились с одним товарищем, как-то это было… Я тогда классический бодибилдинг готовился, а он в Мэнсах выступал. Ну, уже такой он крупный парень, не буду называть имени. Он, короче, грузился прям бургерами. Прям он там бургеры что-то съедал, там какой-то вот фастфуд. То есть… Пересоревнования? Да, ну, там относительно за какое-то время, сейчас не буду брать, не вспомню. В этот день? Ну, за неделю, может, за две так вот примерно. Это… Вот я это рассчитывал, что это не оправдано. Вот. Как ты считаешь, это оправдано? Нет, загрузка идет исключительно добавлением углеводов, которые были, вот весь период были. Рис вот был, да, рис. Просто увеличиваешь потребление риса, ну, может быть, в край картофель еще там что-то добавить, ну, другой углевод. Но только сложный, сложный, в период загрузки это работает так. Если брать, например, продукты, булки, сахара, это приводит к задержке жидкости и потере формы. Такое ни в коем случае делать нельзя. Ни в коем случае. Дорогие друзья, даже в профессиональном бодибилдинге так не делают. Вот, в общем-то, то, о чем я вам и все время говорю. Быстрые углеводы, быстрые сахара всегда, как бы, негативные получаются. Да, пользы никакой нет. Польза только тут, если расценивать ее как пользу, только в удовлетворении своих чувств, инстинкт, низменных инстинктов. Ну, и опять же, вот здесь я акцент проставлю, то, что рассказывает Андрей, и небольшая помощь вот этого шоколада, это можно даже расценивать как некую нормализацию гликемии, потому что, действительно, у такого большого человека с такой большой мышечной массой глюкоза просто может даже, ну, несколько опускаться, там, 3-5 быть. А другое дело, когда вы берете огромное количество сахара, еще человек садится, он это потребляет час, там идет это потребление загрузок, там, да. Да, я такого просто не знаю даже. Это даже можно было снимать, да. Какие-то, не вспомню, сейчас вы можете найти на ютубе все эти загрузки, когда парни большие садятся, там, он, мороженое, у него все вот это стоит вместе с бургерами, да, и это прям смотрели, это набирало просмотры, сейчас не вспомню, кто, не вот это знаменитые какие-то, ну, попадалось вот в период, когда идут эти все вот соревновательные. В общем, в моей практике такого не было, и, например, в период загрузки или, там, в день соревнований я пробовал такое, пробовал, но не тайзиками съедать, вот, шоколадку, там, тортик, было такое, что торт какой-то, знаешь, это фирма «Академия вкуса», я брал целиком торт, половину резал и половину съедал, форма становилась хуже. И такие эксперименты у меня были ни один, ни два раза, потому что все равно, вот, было такое давление со стороны, что смотрю, ребята приходят, начинают то же самое делать, с такой уверенностью прямо, что все будет круто. Оказалось, все становилось хуже, задержка жидкости, на сцене, значит, весь течешь, все, грим текет. А там еще многие не знают эти, как, как, софиты, да, да, да. Они жарят уже, жестко жарят, да, уже только с них вспотеть можно, а плюс еще позировать, надо прожиматься, там, знаешь, там какая-нибудь поза, там, делают взмах, и вот, течет, в разные летит, брызги летят, ужас. То есть, еще грим потечет на этом. Так вот именно с гримом, да, с гримом все это происходит. Так что это интересные моменты, дорогие друзья, о чем вы не задумываетесь, там гораздо теплее, чем у вас в зале, когда вы пришли посмотреть, хотя и стоишь в плавках. Смотрю, Андрей, окей, мы подвели какой-то примерный итог, рассказали что-то необычное, что не слышал там зритель. Задавайте ваши комментарии, если, конечно, есть еще вопросы по питанию, но мы здесь собрались ради темной стороны. Темной стороны медали. Да. Начнем издалека. Вот что, помимо, можно сожрать такого, просушиться, и как долго это можно есть с какими-то относительными, побочными эффектами, обязательно, потому что зритель в основном, он, да, расценивает все как безопасные витамины, из аптеки, вот пока не касаясь семена анаболических стероидов, вот чтобы просушиться. У нас клеммбутерол, это не анаболический стероид, я же про него не рассказал, да? Мы про него, да, затронули, но, соответственно, весь еще вопрос, потому что мы не подразумеваем, сколько человек, наш зритель потенциально для себя, он там вот снимает канал, допустим, он хочет выглядеть как культурист, может быть, к примеру, или там человек, который многие не оценивают правильно свои возможности, форму силы. Вот сколько еще вопрос, вот тот же клеммбутерол можно есть и в каких количествах, чтобы, ну, мы даже не будем про здоровье, про здоровье я уже снимал, это все наслушано, там, банально все, а по форме? Ну да, я расскажу свой опыт, да, уже многолетний опыт, получается, сейчас самая лучшая схема будет использование клеммбутерола, это начинается с одной таблеточки 40 мг, два дня, два дня пьешь, два дня не пьешь, и таким образом не будет привыкать, чтобы нам не прибегать к кетотифену, чтобы не прибегать, потому что я к нему не прибегал, но ребята у меня знакомые прибегали, и вроде как тоже работало, но у меня такого опыта нет, поэтому я не буду про это говорить, говорю то, что пробовал. Вот, это получается у нас клеммбутерол по одной таблеточке мы начинаем пить два раза в день, до еды обязательно, до еды, не после, потому что были случаи, когда там рассказывали мне, что-то клеммбутерол не работает, говорю, а как ты его пьешь после еды, все, конечно, не тот эффект будет совершенно, это же мы пьем-то не целью аптеки, не для астмы, не для астмы, вот, к нему все равно идет небольшое привыкание, и потом дозировочку мы на одну прибавляем, таблетку, две таблетки, два раза в день, это 80 получается, да, 40-40, да, 80 миллиграмм два раза в день до еды, хорошо будет, если чуть-чуть с кофеином добавить, там, кофеин можно в любой форме или с гуараной, вот, и обязательно на его фоне обязательно прибавить такой препарат мелдранат, ну, либо элементарный рибоксин, чтобы сердце поддержать, да, там уже у нас сердцебиение учащается, в лучшем случае будет мелдранат, он еще и сил добавит, и сердце подстрахует, и сил добавит. И обязательно к этому, я считаю, что нужно добавить еще элементарный л-карнитин, он тоже поможет работе сердца, снимет вот эту перегрузку, которая возникает у нас при употреблении клеммбутерола. Вот, и все, и держим, два дня пьем, два дня не пьем, и я так думаю, что хорошо будет добавить, точнее, не то, что думаю, это проверенный опыт, а элементарный л-карнитин 6, два дня клеммбутерол. Ну, и плюс клеммбутерол не запрещен, сейчас гормон роста запрещен, вот, конечно, в идеале использовать гормон роста, но там есть у нас риски, большие риски, это у нас, опять же, самый банальный, это инсулинорезистентность, а второй, это риск раковых заболеваний, если у нас в роду есть, кто переболел раком, то тут уже даже, мне кажется, анализы задавать, я просто бы не стал, вот, ну, просто, вот, если бы у меня в роду кто-то болел раком, я бы просто не стал делать, хотя я анализ, у меня никто не болел, анализы я сдал, но, опять же, взять, например, Алексея Попова, эндокринолога, который вот рассказывает много про гормон роста, он говорит, что сейчас анализы не показывают вот это вот, действительно, достоверность, то, что будет риск, не будет, я уж не знаю, насколько это правда, неправда, я просто про свой опыт рассказываю, вот, начали мы, что, с клеммбутерол, я и продолжаю, что клеммбутерол у нас это такой эконом-вариант, эконом-вариант, и достаточно, он не запрещенный, достаточно изученный препарат, вот, можно, если нет проблем с давлением в сердце, можно его использовать, у меня вот таких проблем не было, если же проблемы есть, то уже даже не стоит думать, если давление у нас повышенное, что там у нас еще может быть, да, вот, ну, ты как врач, мульс, и я, да, это следующий вопрос, который я тебе хотел озвучить, потому что здесь мнения очень часто разнятся, по идее, андреномиметик всегда любой должен повысить частоту пульса, но здесь тоже зависимый эффект, вот, если я путем введения магния, или вообще, соответственно, препаратов каких-либо других уже медикаментозных, этот пульс нормализую, вот, твое мнение, жиросжигание, оно будет хуже, или... Я думаю, что нет, магния не сможет никак препятствовать жиросжиганию. То есть, ну, пульс, если у меня, допустим, ну, нормализуется опять, хотя бы там до 80, вот, то это как бы не препятствует жиросжиганию. Ну, это видишь, это все, вот сейчас ты задаешь мне такой теоретический вопрос на практике, я его, да, я его не проверю, не смогу никак доказать. То есть, у тебя таких вот, чтобы там пульс, потолок не было? У меня не было проблем, не было повышенного давления, много-много лет организм прям стойко терпел у меня, все, и фарма, и гормон роста вот всем хлобучил, вот, все, вот, все прокатывало до поры до времени. 40 лет, отметочка, все, как говорят, прям 40 лет, такой рубеж, и уже надо более тщательно следить за здоровьем. Я не скажу, что у меня стало хуже, просто более, прям, ну, если раньше там халатно где-то анализы не сдал, что-то там пропустил, сейчас это организм не простит. Чуть упустил какой-то момент, анализы не сдал, проворонил, проворонил, там, провалоктинострадиол, там, печень, алатасад, билирубин, ну, я не буду сейчас это перечитать, в общем, что-то проворонил, все. Ухудшение самочувствия кардинально сразу идет, поэтому, вот, еще раз повторюсь, что надо за здоровьем следить, следить, еще раз следить. Разговариваю с профессиональными культуристами, наверное, вы сейчас, ребят, даже меня узнаете, надеюсь, они смотрят выпуски, можешь молодежи сейчас посоветовать тоже. Эфедрин. Эфедрин пробовал, эфедрин считаю опасным препаратом. Однажды у меня была история такая, я стоял на остановке в деревне, не буду рассказывать, почему я оказался там просто в деревне, я нахожусь, ко мне подходят парни, попросили у меня закурить, а я был в футболке. Я такой, про себя думаю, вот я стою, вот я не курю, думаю, я стою, вот видно, что я спортсмен, почему ко мне человек подошел и попросил сигарету, думаю, ну, блин, понятно, что деревня. Тем не менее, он подошел, спросил, я ему грубо очень ответил, говорю, ты что не видишь меня, я спортсмен, я не курящий человек. Он такой, а что ты такой резкий, я говорю, а что, можете, ну, я прям матом на него, он такой, погоди-ка, раз еще ребят позвал, подошли, ребята с вилами, с вилами подошли, да, их было 13 человек. Жизнь какая. И что-то ты что такой дерзкий, борзый, я стал на них кидаться слово за слово, что-то меня прям понесло тогда, и в итоге так получилось, ну, мне кажется, что это мне повезло. Они ушли, активность у меня была очень большая, никто вилами, видать, не собирался в меня тыкать, ушли, но тогда я понимаю, что это был очень неоправданный риск, я не должен был себя так вести, потому что я подверг в себя, реально угроза жизни была. Но, тем не менее, я сзади не был, я их там матюкал, и они ушли. Вот такая вот история, вот я был на эфедрине тогда, психика вообще просто, вот так все, сон, нарушение сна были, ну, они были терпимые в те времена, сон был хороший, кстати, сейчас сон у меня вот, спустя столько лет регулярного нахлобучивания, сон стал намного хуже. Сейчас сплю я, уже добавляю и мелатонин, и габу, и что там у нас еще для сна, триптофан, да, обязательно, вот, без них просто, вот, если у меня их нету всего, я не уснул, вообще не уснул. Тревожность повысилась, опять же, вот, днем в тренерской ляжешь, там покеморить немножко, кто-то заходит у меня, вот. А дневной пульс не отслеживал, вот, прямо именно дневной мониторинг, там, часами умными? Смотрел, пульс у меня низкий, прям ниже нормы, да, мне все врачи, так, скачков нету, пульс низкий, что-то 51-55. Ну, это при гипертрофии миокарда, скорее всего, но это можно отдельный выпуск снять, мы можем про эту тему обсудить. Вот, но речь у нас шла о Федрине, вот, я его вообще никак не советую, он сильное воздействие ведет на психику, прям побочные эффекты, вот, у меня вот такая история была, говорю, которая чуть не стоила мне жизни. А форма это стоила вот так рисковать, если это, то есть шикарного какого-то эффекта, вот, что ты сказал, я вышел, вот, у меня нога там. Да, ну, да, если человек еще, тем более, он сам по себе импульсивный, это его погубит, там, я думаю, что до уголовного, там даже до решетки дело дойдет, то есть он, это спровоцирует на конфликт какой-то, который мордобоем закончится, вот, только так, там невозможно удержать себя никак вообще, какой бы человек там ни говорил, да я нормально, спокойно человек еще как-то может, сможет, если импульсивный, все, это к мордобою приведет, и такое я бы не советовал вообще. Особенно, если вы занимаетесь и весите не 40 килограмм уже, то можно так самому стоить, что да, даже если вы победите, это будет такая, наверное, не самая желательная победа здесь. Но да ладно, сразу перейдем к трэшу тогда, перейдем к трэшу, тренбаллоны все, включая третрен, видишь ли ты разницу и оправданно-неоправданно на сушку? Разницу вижу, трэмбаллон на сушку хорошая вещь, хороший препарат, многие только не знают, что нужно пить много воды, много прям воды, если норма была там 3 литра, то при 3 литрах и использовании трэмбаллона почкам... Хотел сказать, это слово, которое все понятны, в общем, воды нужно добавлять, причем значительно, плюс 2 литра к своей норме, вот кто пьет, например, 3 литра, надо пить 5, если я пью 5, то мне надо 7, это минималка. Чуть не допил, все, сразу прям почки ощущаются, вот особенно месяц, когда уже прошел курсы, да, трэмбаллон используется, чуть не попил, прям все. Я повторюсь так, потому что у нас разные зрители смотрят, воду мы считаем как воду, а не как кофе, чай, да, обязательно, да, именно суп, вот, тем более. Вот, но и считаю, что, точнее, не разбавиться, у меня было применение и мастерона, и трибаллона, и на этом, пропионат я не делал, у меня есть температура, вот, цепионат. Считаю, что можно обойтись без трибаллона. Мастерон и тестостерон, хорошая будет связочка, мастерон очень хорошо тоже при дефиците калорий сжигает жир, делает форму мышцам очень хорошую, круглую 3D форму, такую, но, конечно, когда добавишь трен, больше жесткости, еще сильнее будет, еще больше. Кого-то даже объема, мне кажется. Да, да, я и говорю, форма 3D такая получается, вот. Скажи, пожалуйста, вот три трен и, соответственно, просто обычный, там, допустим, инантат, это, ну, сильная разница будет для использования? По своим ощущениям я заметил, что 3D работает сильнее, с него пруха больше, даже на сушке, на дефиците калорий были приросты силовых. То есть на сушке еще там раньше спортсмены разделялись на два лагеря, кто-то уходил на повторку, а кто-то оставлял силовые. Вот я пробовал многоповторку, она мне не подходила, мышцы у меня горели, все равно сжигались мышцы, вот, а на силовых, на силовых, когда я оставался не менее 10 повторов, точнее, не более 10, там, на сушке это, на 10 повторений, вот, работало отлично. Вот, и три трен в этом плане был самый сильный по действиям, по ощущениям, но я так думаю, если можно было делать три баллон ацетат просто в большей дозировке, не как я там по соточке делал, а там по 200 за раз валить или по 250, он бы работал бы точно так же, как и три трена. У нас три трена G-mix, это ацетат, гекса второй и третий инантат, вот, три вида трена, вот, но они, ну, как-то, может быть, как-то и усиливают, но я считаю, что если ацетат брать, в большей дозировке он будет тоже бешено работать, но такие дозировки, они, уже, знаешь, как, побочный эффект превышает полезные действия, вот, и у меня был, было максимально, это 150, это когда я уже был уровень, я готовился к чемпионату мира, восемнадцатый год это был, дозировки были 150 через день, мастерона было тоже 150 через день, получается, этого, я длинный мастерон не делал, инантат, у меня все время был тоже этот ацетат, или как он пропионат, вот, 150 максимально, через день, 150 трена, 150 мастера через день, и ципика было 500, я с 750 уходил на 500. Скажи, пожалуйста, вот сейчас очень набирает обороты, блогеры снимают, болдынон, вот, рассматривается как препарат на сушку, ты считаешь, это эффективно, вот, именно в плане эффективности? На сушку нет, на сушку точно нет, он на маску хорошо, препарат прекрасный, у него низкий андрогенный уровень, это, и высокий анаболический, ребята делали соло, как и примаболан, делали болдынон соло, зверский аппетит, массонабор очень хороший, водичкой тоже подзаливает, если водичкой подзаливает, то, соответственно, уже на сушку он не подходит, на сушке он у меня, был какое-то время, пока начинался, например, первый месяц, разгонялся я, там, все приводил в порядок, первый месяц я его еще не отключал, но потом, далее, все равно отключал, и чтобы там я готовился на нем, продолжал там сушку, у меня такого опыта, у меня тоже нету, вот, для набора очень хорошо, для препарата соло в небольших дозировках тоже будет хорошо, но, опять же, мы тут не говорим про гипермассу какую-то, но хорошую форму и такую достойную форму при надлежащем питании можно сделать на болдыноне соло. Ну, я здесь, наверное, подчеркну, мы же говорим о том, что, то есть, что такое профессиональная сушка, человек выходит на сцену, нужно, соответственно, показать, не просто, там, условно, талия, да, 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 объем, мышечный объем, чтобы были прорисованы, все, да, 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 все, то есть, чтобы все там стеклось, как говорят, да, все мышцы, тут дефицит калорий, да, и чтобы мясо не горело, приходится вот подключать к тестостерону еще и мастерон, и тримбалон, это, чтобы соответствовать критериям, которые оценивают судьи, которые, чтобы ты был конкурентно способен, если ты выходишь не в тех, не в тех кондициях, то, ну, все, что он тебе смотреть, делать там нечего, ну, будешь ты участником последнего. А чтобы ты, допустим, посоветовал, к примеру, если человек, у него потребность быть относительно худым, вот, но он не выходит на сцену, но ему нужно постоянно поддерживать форму, ну, такую, так скажем, максимально спортивную для видеосъемок, для чего-то еще, сейчас популярный инстаграм и телеграм, он хочет ходить с прессом, но ему не нужно, чтобы там как-то особо мышцы разделялись. Так, ну, моз физик такой примерно, да? Ну, примерный физик, да, но подзалитый даже такой, так скажем, еще за месяц, может быть, до того, как он там будет выходить. А, вот так. Да, вот такая форма. Чисто инстаграм, как сейчас можно. Что для этого нужно? Да, ты вот, как видишь, да, чтобы ты говорил таким людям, какие препараты им можно, от каких их там, может быть, зальет, а каким можно... Я считаю, что такую форму можно сделать просто на мастероне соло. Все. Если добавить, опять тот же, ну, кашу маслом не испортишь, да, вот, поэтому можно добавить либо цепионат, либо, если не лень ставить инъекции, часто это пропик, но я к пропионату как-то отношусь не очень хорошо, в том плане, что, ну, во-первых, это частые инъекции, во-вторых, цепионат ничем не хуже, просто надо контролировать уровень эстрадиола нашего, вот и все. Задавать анализы, смотреть. Вот. Опять же, наверное, здесь уточним то, что мы говорили в предыдущих выпусках про частые инъекции. Это не только то, что больненько, неприятно, кожицу прокалывать каждый раз. Да, это же перогенные побочные эффекты, повышение температуры. Но если у кого-то и нету температуры, то это, опять же, введение масла, введение растворителя бензилового спирта, который у нас таки проходит через печень и нейтрализуется. Если печень подустала, то этот бензиловый спирт проходит через печень и по всем кровеносным сосудам проходит по всему организму и воспаляет стенки сосудов. Вот это самое страшное, что может быть. Это потом ты сам знаешь, продолжи меня, что происходит с воспаленными стенками сосудов. Соответственно, потом у вас может быть, как минимум, повышенный риск всяких артеросклерозов, заканчиваемый венозным образованием различным, варикозами и прочим. Также, так как вы повышаете, даже предварительно, прежде чем наступит у вас вся эта долгая, это всё-таки долгое формирование повреждений стенок сосудов, быстрее у вас вырастет плазмологен, а потом эндотоксин вырастет, а повышенный эндотоксин – это общая интоксикация. Да, всё это сразу ухудшение качества жизни. Плюс про ЖКТ, то, что мы в предыдущем, самом первом выпуске говорили, это эндотоксин, это всё туда, вы не только печень перегружаете, вы тут же перегружаете ваш кишечник, потому что это тоже целый орган, который детокс-функцию несёт. Да, поэтому частые инъекции – это самый худший выбор. Чем больше мы в себя вводим вот это просто масло с растворителем, тем хуже становится. Да, поэтому это вот важно. То есть, получается, в принципе, если у нас такая условная сушка, она колоссально отличается от, вот, сушка для инстаграма, да, как сейчас модно для красивых фотографий и видео, она колоссально будет отличаться от того, что когда вы хотите на профессиональный бодибилдинг идти, потому что сейчас, к сожалению, то, что я наблюдаю, люди очень часто, ну, человек посмотрел бодибилдера, в народе сушка, там, это равно похудение, он это не разделяет разницы никакой, он пытается выполнить рекомендации, там, бодибилдеров, часто недобросовестные сайты обрезают контекст, когда рекламируют свои препараты, и он набирает, идет в корзину, набирает себе уже препараты, триноболоны, там, все прочее. Я такие истории, к сожалению, может, к сожалению, может, к лучшему, не знаю, если знаешь, лучше спишь, вот, я, ты сейчас, то, что ты мне сейчас рассказываешь, я вообще от этого удалю. Вот моя публика после лечится, приходит лечиться именно после этого, я все время говорю, дело не просто фармакология там вредна или нет, дело, зачем вам это надо было, вот, именно этот объем делать, потому что есть действительно, как мы сказали в предыдущем выпуске, небольшие объемы, которые могут организму в определенных заболеваниях, с определенным назовом людей, только, ну, сделать лучше, помочь, сахар там опустить, я не знаю. У меня была всегда мечта, у меня кумир был, Шварценеггер, да, и у меня была мечта выйти на соревновательный помост, и то я 10 лет, я тянул, думал, я как-то верил, что все равно я смогу какого-то предела достичь, не такого, а там выше буду прям на бодибилдера похож, но, в принципе, фотографии мы прикладывали, было что-то похожее, да, но вот я на 94, 94-95 вес застрял, и все, рука 45, вот, и спустя 10 лет. Хотя, если бы условия были получше, я все равно, хоть я и фанатичный спортсмен, были моменты, да, я воевал в Чечне, полгода там, из 400 выживших, 60 только осталось, это, конечно, сказалось очень на психику, и я временами пил, да, алкоголь у меня тоже присутствовал. Весна, осень, всегда вот такие вот периоды были, да, употребление алкоголя было, безграничное прям, да, напивался, но там ничего не поделаешь, у меня, я ночью вскакиваю, там, еще автомат, вот, то есть там никак без этого, вот, потом уже, когда-то с психологом отработали, я уже пришел в себя, я сейчас могу об этом спокойно рассказывать, говорить, вот, и то, вот, говорю, 10 лет тренировался, и у меня хватило выдержки и упорства, ну, не переходить на темную сторону, то есть, я и понимал, что я и так прогрессирую, вот, креатин, пожалуйста, первый мой прием креатина, 5 килограмм прибавка была. Здесь, наверное, я еще подчеркну такой момент, в принципе, если человек достаточно замотивирован, вот эту инстаграмную форму, которую все стремятся фактически, можно сделать на углу, вот, допустим, профессиональный тренер у вас есть, да, да, то есть, если мы говорим, единственное, в чем здесь может быть разница, что, конечно, по срокам, правильно, то есть, нужно давать себе адекватные сроки в построении тела, это не за месяц, но, честно говоря, я немножко и не понимаю, когда обещают некоторые, даже блогеры в рилсах своих, там, за два месяца, что человек из... Трансформацию такую, да? Да, 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 то есть, это тоже очень тяжело, вот, можно, но, опять же, вот, та же те снимки, которые, видите, я там часто прикладывал, у меня там есть эта линейка до-после, но это все равно у меня там 10 месяцев в год, ну, люди как-то... От полугода видна хорошая разница уже от полугода только видна, никак не два месяца, полгода при самых успешных, если подопечный выполняет все рекомендации абсолютно, спит, ест, не стрессует, вот, все делает, полгода уже разница хорошая видна. Если же что-то отстает, уже и срок больше, больше, больше движется, вот, тут прямая зависимость, да. Скажи, пожалуйста, еще такой немножко юморной вопрос, но среди этого, особенно, кстати, у некоторых девушек, вот, у меня была, правда, всего одна девушка такая, которая вот решилась самостоятельно, причем через интернет, решилась на употребление фармакологии, это даже было не ради того, что, значит, там, ну, у нее нормальная форма, в принципе, то есть она не какая-то, это, например, фитнесняшка такая, но щеки, то есть ее смущали, вот, грубо говоря, как у меня, как у многих, есть вот эти щечки, она решила выкосить их фармакологии, оправданная это, на твой взгляд, при условии, что там по остальным компонентам все нормально идет. Фармакологии не убрать это никак, да. Ну, я более того скажу, не было результата, но ей кто-то вот сказал, а значит, раз нашли, мы же для зрителей, для разного контингента рассказываем. То есть это больше, я это рассматриваю как некую генетическую дотерминировность. Да, да, да. То есть, это не даже, ты должен, я рассказывать, а ты мне подтверждать, потому что ты врач, а я не врач. Ну, вот, исходя из своего практического опыта, да, я тоже сам не говорю. Ну, я имею в виду, вот, я видел, я не знаю, ты меня поправь, может, конечно, это залито считается, но я видел у людей, в принципе, кто вот, сцене стоит и у них все-таки но выделяется да все равно да то есть у нее сухой живот то есть у него там нога сечется все нормально ну конечно не глобально это все чище но тем не менее такие моменты они могут присутствовать все индивидуально да то есть вот пожалуйста дорогие друзья поэтому сколько бы да вы не говорили про форму лица ну понимаете даже то что косметологи вам филеры вкалывают это тоже ну то есть на самом деле кардинально вашу форму лица не меняет настоящую то есть это плывет потом и так далее поэтому здесь уже какой-то момент даже бодипозитива наверное может присутствовать примите ваши щеки если уж они действительно генетикой обусловлены ну и окей скажи пожалуйста наверное под заключение вот твой совет себе кроме сахара это мы уже видели подчеркнули в нескольких видео чего бы ты но эфедрин вот мы услышали может быть что-то еще есть чтобы ты 100 процентов еще больше больше внимания на печень потому что как что-то зайдет разговор какой-то среди там кто-то умер даже там еще что-то вот про нее печень отказал там сначала не разберутся все хоп думаю были надо что-то попить поесть сразу гептрал но это все было все равно анализы я только стал сдавать регулярно с 2015 года вот химический он получается начался с 2006 года а конечно же я бы дал себе совет чтобы это я делал бы то регулярно и намного раньше окей вот раз мы зашли разговор сейчас тоже так быстро и уже подытожим станозолол вот это же на сушку это вот прям интернетом чуть ли не забил как похудеть он тебе выдал что станозолол да 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 станзолол хороший препарат он работает в совокупности его просто соло будешь пить ничего не почувствуешь но силовые прибавятся колени заболят локоть колени и локти заболят и даже с применением тестостерона и там еще каких-то препаратов тоже все это будет просто чуть-чуть попозже если соло используется раньше начнутся боли если позже то точнее если с применением то позже начнутся вот ну он подтвержду что он подтвердил что он меньше меньше воды меньше воды будет содержаться вот да вот например взять в прошлом году просто чтобы госпога понизить одну таблеточку да кстати рабочая тема рабочая совершенно одну таблеточку я выпивал и всего 10 дней и форма я пил не для того чтобы посушить чтобы госпога понизить форма становилась лучше лучше да такой факт я признаю так что это как бы не выдумки все это работает но опять же надо понимать давать отчет что есть побочки и серьезные сигарная жидкость хуже вырабатывается все-все для суставов прямо погубные самый погубный препарат то есть как минимум то есть что я могу просто даже исходя по лойке ума заключить из этого если мы рассматриваем человека и он где-то понимает что в его упражнениях он перебирается и сами допустим то может быть ему стоит задуматься не использоваться назову в этом случае да его вообще использовать этот старый препарат когда раньше было мало информации американские спортсмены например ему не используют они используют его тоже для гспг понизить ну и там когда у них космические дозы идут что-то там могут тоже добавить вот андреаса мюнцера взять про него опять же это он сам это ничего не рассказывал сейчас после его смерти много разных историй появилось что вот он станзолол пил по 20 таблеток в день такая история есть я слышал разбор делали его курса вот так его мы легко можно заменить мастероном мастерон дает станзолол он дает округлость мышц а мастерон как раз таки он и сушит жир поджигает и при этом мышцы круглые будут то есть объем то есть плечо будет не плоским округлым а станзолол дает он полу мышцы до становится плоскими вот это как бы не плюс а минус нет у него плюс мастерон лучше использовать и печень насколько да ты замечал печень тоже да а я же не рассказал по-моему не рассказал я про схему москвичей выступала его биби когда в 2016 год стал готовиться к соревнованиям не было запланировано 5 стартов а у нас от выпуск не вышел мы записывали для вас выпуске он у нас не вышел потому что серёга стал такой ой я должен был выступать в 2016 году чемпионат московской области был запланирован москва потом чемпионат а еще до этого была пенза до пенза московская область потом это самое что у нас там россия шла 5 стартов был я не как крайне был старт любительской олимпии в москве было запланировано все членский взнос все было оплачено 5 соревнований я вышел на пензи более-менее нормально хорошо вышел до абсолютку взял потом на московскую область приехал тоже я абсолютно не взял первое место взял и на москву приехал я даже не попал финал из-за того что пошла сильная токсичность у меня стал золото когда присутствовал дозировки 5 таблеток в день плюс еще и аксандролон тоже 5 то есть 10 таблеток где не того и другого и плюс был рам теста или больше даже чуть часу не припомню больше теста было много но типа москвичи вот так готовится я видел москвичи ядерные выходили думаю вот так тоже делать и все будет хорошо оказалось больше не как больше не означает лучше это как согласно сыграла со мной плохую шутку но и мишу них вина не шутка вот я не выдержал я вот после чемпионата москвы я уже на сцене почувствовал потому что воды то меньше токсика токсичность возрастает кровь густеет вот уже на сцене себя почувствовал плохо ну ладно я позировал все после сцены прям понимаю что мне совсем чуть хреновый самочувствие печень вот тяжесть в ваку а полная остановка жкт была и все свежесть сезон я завершил все из-за того что вот превысил дозировки попробовал московскую схему ребят там и прислали такие очень активно сайты сейчас у меня не сайте там реально рабочие рабочую схему представить ребят которые использовали но я так понимаю что на тот момент может быть у них здоровье было лучше чем у меня в тот момент и эту вот хрестки тут же у нас что чем прочнее организм ему сильнее тем лучше работают стероиды чем хуже организм тем хуже работает стероиды чем тем больше побочных эффектов здорового организм побочки мало и в холопом но когда организм что то не так уже эффекта не так много побочке много воды вся разница видимо на момент у меня так пришлось, что может быть я печень где-то проворонил, сейчас уже не припомню, вот, может быть что-то там еще, может быть гематокрит там вырос тоже, ну вырос скорее всего, потому что я только после уже этих соревнований стал применять. А ты коагуляцию не отслеживал отдельно, только гематокрит следил? Да. То есть кулаграмму не сдавал? Ну вот в 2016 год мне как раз таки дал возможность, точнее я познакомился с пиявками. Володя Дразин, Володя, привет, если смотришь, огромное тебе спасибо, по сей день благодарю, вот он меня тогда посадил на меня пиявочек, объяснил, что как работает и с тех пор я все вот и по сей день применяю пиявок. Главное свойство пиявки, это не в том, что я слышу, сейчас рассказывают бодибилдеры, сейчас немножко прям про пиявок расскажу, бодибилдеры говорят, вот недавно слышал выражение, хиджама пиявки, все короче в один котел, хиджама пиявки, для них это означает, что пиявка просто сосет кровь и все, но это вообще ноль, то что она отсосала там, отсосала, это ничтожный вообще эффект. Применять так туда. Это вообще просто ничего, в сравнении тем, что она дает, у нее главное свойство в ее слюне, который как раз таки герудит, он разжижает кровь, реалубию крови делает, приводит ее в порядок, улучшает, вот, и это ее самое главное свойство, а не то, что она отсосывает кровь. Вот это надо. Здесь я, наверное, еще подчеркну, да, и ты, наверное, как опытный уже геруда терапевт фактически. Да, я, кстати, подписан на инстаграм Андрея, все подписывайтесь, все будет ссылочки внизу в описании, очень часто с пиявками, да, это я видел, с кем-то ты снимал, сейчас не вспомню, вот, там с подопечными, что ли. Вот, смысл какой, что, когда вы все вникаете в это дело, очень важно, чтобы они были чистые, когда приобретаете, потому что бывает, что человек приходит кому-то, ну, особенно, когда это специалист народной медицины, и это вторично использовалось на других пациентов, и это частенько, это причина не только в ВИЧ-инфекции, это там, да, да, это в Москве, я просто учился, когда в Москве, это очень распространенная побочка, хватает грибов, нет, это понятное дело, нет, их пиявка одноразовая, ее нельзя использовать второй раз, даже, ну, себе, ну, что там, в аквариуме держать, чтобы она полгода, там, насыть, то есть, мне все переварилось. Я даже более того скажу, я все-таки знал одного преподавателя, тоже не буду говорить, что как, он чистил, вторично использовал нам, пациентах, внимание, на пациентах, да, это было давно, 10 лет тому назад, но вот лично я знал такого человека. Ребята, если кому-то пиявочки в Самаре нужны, то я поспособствую, да, у меня есть прямой контакт, у нас пиявки очень трудно достать в аптеках, всего там, в 5-6 аптеках они есть, и то очень, ну, вот город у нас, сколько у нас аптек, я что-то, больше 400 аптек я насчитал, или там, я даже не пытался, честно говоря, не скажу, не буду брать. 800, слушай, я не помню цифру, короче, много-много аптек, и это все, и всего в 5 аптеках они есть, вот, их, то есть, методом тыкань вообще не поймать. У меня есть прямой контакт, вот, это не секрет, то есть, телефон могу хоть сейчас продиктовать, вот, я направлю это, продаются они у нас напротив Алекс Фитнеса, вот, как там это называется-то? Аврора? Аврора, да, напротив Аврора, там здание есть, и там у нас Геруда, Геруда, как он, центр, да, центр Геруда Церквей, и там можно купить пиявочек, которых выращивают на фабрике, они приходят, то есть, там, в упаковках, все, в опилках, в анабиозе вы покупаете, и... То есть, есть определенный ГОСТ? Да, да, там можно поставить, кстати, ну, я вот говорю, мне Володе, еще раз, ну, большое спасибо, Володя научил, и я уже их ставил сам, вот, один раз только он мне показал, все, дальше я сам все делал. Так что, вот, дорогие друзья, не забывайте, что есть такой путь, но, опять же, здесь очень много тонкостей о том, как ставить, ну, вообще отдельный выпуск, да, наверное, снять, кстати, про твоих друзей? Да, 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 мои друзья-подружки, и я в Тебелевитном лягушке. Да, так что, в общем, дело это непростое, это не как вы купили в аптеке антикоагулянт, вам врач назначил, сколько вешать граммов, и, соответственно... Но пиявка лучше, мощнее, это природное средство, у нас еще нет аналогов в мире, равных подействуют слюне пиявки, нету, не забрели еще пока. Ну, и сложнее, я повторюсь, все-таки антикоагулянт, если рассчитать самому и выпить не ту дозировку, здесь летальный, риск летального исхода, а у пиявки, ну, даже в крайнем случае, если там вы 200 штук поставите, все равно вам, скорее всего, там станет, вы заметите, и все это 200 штук, я представил. Ну, я единственное, где это слышал, это какие-то северные рассказы, мне кто-то рассказывал. Ну, да, вот то же самое, как говорится, байки, я же не знаю, как на самом деле, 200 пиявок, если сразу посадить, его можно умереть, можно опять же. Ну, опять же, да, кто-то очень не считал, там и вес человека тоже будет зависеть. Но суть одна, имейте в виду, такие варианты возможны, но там нужно, вот как Андрей, серьезно к этому подходить, не просто вы там... В болоте ее поймали на синтезе, и все хорошо. Вот. Ну, что же, я последний вопрос задам, точно теперь уже последний. Видите, я просто не отпускаю Андрея, ему уже пора работать. Там, я не знаю, личную жизнь жить, но очень интересно. Так что пишите ваши вопросы, мы будем стараться раскрывать все темы. И самая тема с сжиганием, с профессионалами, с качками, то, что я вот хотел сказать, на сайтах популяризирует, профессиональные, условно, спортсмены, больше медийные, я бы сказал, это употребление гормонов, щитовидной железы, в частности, три йогти ранее продают. Я однажды его проб... Нет, не йогти ранее, что я пробовал-то. Тероксин. Тероксин, да, это который аптечный, если покупал в аптеке, то, скорее всего, был... Попил я его 10 дней для разгонки, для разгона, чтобы сжигать, не усилить. Да, и оно реально пошло так, что... После 10 дней я увидел, что что-то уже борщ, что-то я в месяц начал терять, я отменил, и процесс не остановился. Он еще что-то... Короче, я тогда посыпался, я тогда посыпался. Планировалось на сушке мне убрать всего там 4-5 килограмм, а получилось все 10 прямо. То есть я стал плоский. Ну, прямо видно было, что драгоценные мышцы, которые я на массы наборе вот с таким трудом накачивал, они у меня погорели. Такой у меня опыт был. А пил еще раз сколько, как желательно в 6 утра? Ну, в идеале вот как получается в 6 утра? Я пил полутра, просто я не помню, сколько там было в одной таблетке. 25, да? Ну, минималка обычно 25 продается. Ну, наверное, вот так. Опять же, можно делить, там все зависит от, если говорить про пациентов, там, конечно... Я сейчас не помню, говорю, но вот 10 дней пропил и все. А у меня щитовидка и так хорошо работает. У меня показаны выше средних референс и значения у щитовидки. Поэтому... А УЗИ никогда не делал ради интереса? Нет. Просто если выше средних, так на будущее мы это тоже иногда рассматриваем как гипертиреоз. Ну, можно, да, субклинический гипертиреоз. То есть мы говорим о том, что мы можем не заметить, если особенно видим, что, допустим, у тебя в анализе выше средних, а ТТГ подснижен. Вот. То мы говорим ой, вы посмотрите, нет ли там узлов, сделайте УЗИ. Мы вас просто... Это не значит, что мы что-то корректируем. Мы такого человека просто чаще проверяем. Ну, а ТТПО смотрим, соответственно, там... Анализы я все сдавал. Сейчас анализы все в норме. У меня повышена была. Может быть, кстати, я сдавал еще такие анализы на тримболоне, а может там повышает активность. Да. Вот, может быть так. Но я просто помню, что вот были выше среднего. Сейчас нет, сейчас на таком. Ну, просто вот, да, имейте в виду, что такие моменты тоже могут быть для зрителей тоже. В общем, отслеживать щитовидную железу я тоже как врач вообще просто никогда не рекомендую ее трогать. Я всегда кричусь, когда она целая. Да, да. Целая уже, слава богу. Щитовидка, это просто вообще... У меня была девочка, которая пришла, вот у нее какой-то гипотерез, да, когда они работают? Мало гипо, много гипер. Ну, гипер чаще еще териотоксикоз, мы говорим. Вот с гипотерезом пришла, и была она такая бесформенная, да. Да, тогда гипер, да, набор, если пошел, да? Все время она засыпала, все время я вижу у нее состояние такое, я еще думаю, такой, блин, что с ней как... Она говорит, я хочу похудеть. Мы начали работать, думаю, да, наверное, сейчас она сольется, а у нее состояние вот всегда вот она приходит после работы еще, кофе. Я говорю, ты кофе-то выпей, иди что-нибудь, блин, что-нибудь, говорю, взбодрись, иди. Она такая, да выпила, ни хрена не помогает. Ну, и вот она все время вот в таком вот состоянии. Я говорю, слушай, ну, врачу что-нибудь скажи, пусть он тебе дозировку поднимет, что-то не то вообще. Ну, в итоге она пришла, говорит, врач ни хрена не хочет мне повышать дозировку, я ее повысила сама. Стала пить по вот так вот тероксинам, по 100 миллиграмм. Это, кстати, очень распространенная дозировка, которая приходит в пациент. Стала живая, она прям похудела, мне так нравится, но, как-то, знаешь, такая дерганая стала, глаза вечно бегают, она не может сфокусироваться на одном месте. Вот как-то вот все движения какие-то вот такие, я не знаю, какое-то описать, в общем. Ну, она стала, да, она стала прям красивой, прям вот не узнать вообще два разных человека, но какая-то вот дерганая стала. Вот она применяет, то есть, такую дозировку. Ну, здесь я для... У меня нет, извиняюсь, что перебиваю, у меня нет познания, я поэтому вот тебе рассказал и, может, ты что-то прокомментируешь, у меня познания таких нет. Ну, я прокомментирую, что все очень индивидуально, там все дело еще, то есть, у людей, у которых вообще заболевание щитовидной железы, вот скажу, что мы контролируем, в первую очередь, йод-селен, начинаем с этого, и вот когда мы йод-селен, остальное все собрали, весь анамнез. Желательно посмотреть парад гормон, это гормон пара щитовидной железы, и вот только потом мы разговариваем о подборе дозировок, потому что банальный дефицит йода будет менять работу тероксина. И, конечно, сейчас у тех, у кого есть дефицит, и он выражен в Т3, возможно рассмотреть триод-тиранином терапию, но это в том случае, когда мы вот индивидуальный анамнез рассматриваем, они всем вот так вот вам три... Сейчас модно рекламировать, у вас гипотиреоз? Не надо, Т4 у вас все отсохнет, отвалится, мы вам триод-тиранин насыпем, но это тоже средняя температура по палате, надо изучать анамнез. Ну, это так чисто вот, чтобы не было недопонимания, что это все сложно, вот как, да, Андрей рассказывает про подготовку к соревнованиям, нельзя же всем сказать, вам там, не знаю, там, тестостеронограмм, иди качайся, и все, и все будет у тебя хорошо. Дорогие друзья, ждем ваши вопросы, Андрей не против ответить вплоть до фильмов, да, мы решили все-таки сделать это когда-нибудь выпуск, разобрать, я думаю, что даже, может быть, мы вставим какие-нибудь отрывки, отрезки интересные, что-то еще там, вот. Вот, в общем, повеселимся как-нибудь здорово, посмотрим какой-нибудь фильм, есть вариант его включить, пожалуйста, можем включить и смотреть, и что-то комментировать. Пишите, пишите, соответственно, вообще, о чем бы вы хотели услышать, может быть, лайфстайл, как в случае с фильмами, или вам нужна какая-то полезная информация. С вами был доктор Кравцов, Андрей Шокин, чемпион мира, Европы, вообще всего, что только угодно, кому интересно, сейчас в заставочке будут титулы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье. До новых встреч. Абсолютный чемпион крупнейшего международного турнира по бодибилдингу среди профессионалов Mr. Universe WFF Korea, 23 июня 2019. Сеул, Южная Корея. Абсолютный чемпион крупнейшего международного турнира по бодибилдингу среди профессионалов Universe WFF Asia, 1 июля 2017 Сингапур. Абсолютный чемпион Европы по бодибилдингу. WFF среди профессионалов. 23 июня 2017. Германия. Bayron. Получена карта профессионала. Абсолютный чемпион Европы по бодибилдингу. WFF. 23 июня 2019. Германия. Bayron. Абсолютный чемпион мира по бодибилдингу. NABBA среди профессионалов. 23 июня 2016. Италия. Чичина. Получена карта профессионала. Абсолютный чемпион мира. NABBA по бодибилдингу. 23 июня 2018. Италия. Чичина. Чемпион мира по бодибилдингу. NABBA в категории Classman Pjern.